Приветствую вас, друзья, на канале. В этом видео на ремонте электрическая дрель Milwaukee M18 Fuel. Эта фирма производит профессиональный инструмент. Была основана в 1924 году в американском городе Милуоки. И название фирма получила именно от этого города, где была основана. Прочитал немного историю и был приятно удивлен тем, что именно они впервые придумали ударную дрель в далеком аж в 1935 году. Подумать только, помню в Союзе для проделывания отверстий в стенах до последнего пользовались шлямбуром в паре с молотком. Хотя могу ошибаться, поправьте меня в комментариях, если это не так. Эта ударная дрель произвела революцию в строительной отрасли. Компания имеет сотни патентов, которые связаны с электроинструментами. Это уже о многом говорит. Но хватит лирики, начнем щупать этот инструмент. Сразу скажу, что у меня ранее в руках не было инструмента этой фирмы. И мне очень не терпится его подержать в руках и посмотреть, как сделана батарея. Потому как сделана вещь изнутри, многое становится понятно о производителе. В данной дрели два аккумулятора. Они разные на 5 ампер час и на 4 ампер часа. Этот аккумулятор исправен. Здесь можно посмотреть его заряд. Как раз вот этот аккумулятор на 4 ампер часа не исправен. Если нажать на кнопочку индикатора заряда, то первый светодиод красный несколько раз сморгает и выключается. Именно его и нужно будет попытаться отремонтировать. Я не знаю, стоит ли там умная BMS и можно ли будет его отремонтировать. Надеюсь, тут стоит обычная BMS, которая не запоминает циклы, не считает емкость. И можно будет легко заменить элементы и аккумулятор снова будет в строю. Заметил, что этот аккумулятор многострадальный уже. Два шурупа его уже не держат. Здесь видно отломано все. Здесь он еще держится. Сейчас разберу его и посмотрим, что внутри. Снял верхнюю крышку и картина, которая внутри, мне абсолютно не нравится. Клиент сказал, что этот аккумулятор разбирался и уже пытались его ремонтировать. Что, в принципе, здесь видно. Ремонт здесь абсолютно непрофессиональный. Даже нормально флюсом пользоваться не умеют. Пайка, конечно, капец. Снял нижнюю крышку и картина здесь еще ужаснее. Да уж. Это просто капец какой-то. Как так можно делать? Здесь стоит какая-то специализированная микросхема. Маркировку ее испарили вместе с частью поверхности. И узнать, какая микросхема невозможна. Если кто знает, пишите в комментариях. Думаю, многим будет полезно, кто будет смотреть это видео. В этом месте даже олова не держится. Как так можно было делать? Здесь видны дорожки. Видно, что они обрезаны. Какое-то вмешательство здесь было в этих местах. Так, здесь все испохаблено, конечно, это капец. Плюс к тому, скорее всего, это умная БМС. Думаю, что работать она дальше уже не будет. Тем более, было такое жесткое вмешательство здесь. Да уж. Измерю напряжение на элементах. Однако, я думал, наоборот, будут мертвыми эти. Они как раз таки живые, в средней точке практически. А мертвые. Вот эти все. Да. Демонтирую элементы. Как раз будет видно, что здесь с этими дорожками. Демонтировал элементы. Увидел, что здесь они даже подписаны. То ли их производитель, скорее всего, подписывал. 2.46. Скорее всего, это емкость в амперах. 2.46, 2.46, 2.44, 2.42, 2.40, 2.48, 2.47, 2.40. Хотя, может быть, это как раз когда ремонтировали, его подписывали элементы. Но вряд ли. Они же были запараллелены. Их протестировать по отдельности было невозможно. Поэтому, скорее всего, я думаю, что это производитель их подписывал. Ну, а с этими вообще беда. Элементы, естественно, на выброс. Не вижу смысла ремонтировать этот аккумулятор. Потому что я посмотрел на Алиэкспрессе. Есть сразу корпуса готовые со самой BMS. Стоит вообще копейки. 10.6$. Сейчас вы видите на экране. Ссылку я оставлю на нее в описании. Судя по внешнему виду, она неплохая. Как только корпус с BMS придет, я продолжу ремонт. Наконец, пришел долгожданный корпус. Посмотрим, что у него внутри. Холдер на 10 элементов. Никелевые ленты. Набор шурупов. С этим понятно. Здесь BMS. С индикатором. Все как положено. Стоит специализированный чип, микросхема. Скорее всего, процессор. Также я вижу здесь площадки для подпаивания балансировочных проводов. Датчик температуры. Да, он здесь установлен. Это хорошо. В целом, выполнено неплохо. Китайцы уже давно научились делать все хорошо, без особого контроля и за сущие копейки. Данный корпус BMS обошелся около 13 долларов. Для переделки буду использовать оригинальные элементы LG HG2 с внутренним сопротивлением 14 миллиом. Буду использовать пока что 5 штук, потому что я не уверен будет ли работать BMS с зарядкой, шуруповертом. Поэтому использую пока 5. Если BMS не будет работать, то приварить 5 элементов не так обидно, как приварить 10 элементов. Стоят они недешево. Прежде чем устанавливать элементы в холдер, сначала нужно наклеить прокладки, колечки. Эти прокладки помогают не повредить элементы, точнее уплотняющее кольцо при сваривании. Прежде чем устанавливать элементы в холдер, нужно разобраться, где здесь плюс, а где здесь минус. На самой крышке помечено. Справа плюс, слева минус. Аккумулятор, который был испорчен, здесь никаких пометок нет. А вот который рабочий, здесь также есть пометочка. Также справа минус, слева плюс. Если расположить вот так вот сам холдер с BMS, то вот это у нас минус, это плюс. Прозвоню на всякий случай. Плюс. Вот это плюс, это минус. Получается, вставляю от плюса начну. Вот таким вот образом. Датчик температуры я сразу выгнал, чтобы он был как можно ближе к корпусу элемента. Теперь нужно приварить никелевые ленты. Здесь есть и плюс. Первая перемычка будет с той стороны. Вторая будет вот так. Третья будет здесь. И четвертая будет вот здесь. Сейчас я приварю все это дело и продолжим дальше. Никелевые ленты приварены. Единственное, что я не понял юмора. Это вот в этом месте, где никелевые ленты коротковаты. Но сюда придется что-то еще приваривать сверху. Ну да ладно. Это мелочь. Проверю полярность на всякий случай. Все верно. Здесь плюс, здесь минус. Сейчас наварю кусочки никелевой ленты сюда и сюда. Заблаговременно я их надрезаю в тех местах, где буду привариваться. Как это делают китайцы. Потому что КПД сваривания увеличивается. Если лента не будет разрезана, то получается ток замкнется по верхней ленте по кратчайшему расстоянию. Если же мы разрезаем ленту, то току проще пройти с этой никелевой ленты через место контакта на плюсовой вывод. Через него пройти и вернуться через вот это место контакта. Если бы лента была бы сплошная, то ток бы замкнулся по верхней части пластины и КПД сваривание было бы очень маленьким. Не зря китайцы это тоже делают. Так, все припаяно. Проверяем, есть ли напряжение. Да, напряжение на выводах есть. Косвенно проверить BMS можно нажав кнопку. Три светодиода загораются, элементы заряжены чуть больше чем 50%. В принципе все правильно. Я еще думаю, стоит ли запаять балансировочные провода 4 вольта с этой площадки на вот эту перемычку. 8 вольт на вот эту перемычку. 12 вольт на вот эту. И 16 вольт на вот эту. Но для начала, я думаю, стоит ли проверить, будет ли все работать без этих перемычек. Для начала проверим на шуруповерте. Шуруповерт, думаю, работать будет без проблем. А вот зарядка будет ли работать. Проверим на родном сначала. Родной заряжает получается. Да, красный постоянно горит. Это заряд. Кстати, когда заряжается аккумулятор, сразу также горит индикатор уровня заряда батареи. Что в принципе очень удобно. Ставим аккумулятор наш новый испеченный в зарядочку и проверяем. Надеюсь, будет заряжать. Не хочет. Зеленый горит. Теперь моргает красный зеленый. Это что у нас значит? Это значит аккумулятор поврежден. Очень интересно. Попробую запаять балансировочные провода. Припаял балансировочные провода. Как я уже говорил, если считать от минуса. Первая перемычка 4 вольта. Сюда. Вторая перемычка 8 вольт. Сюда. 12 вольт. Третья перемычка. И 16 вольт. Четвертая. Сейчас проверю, что показывает в этом случае тоже три светодиода. Момент истины. Однако. Вроде работает. Зарядка прям напрягается. Слышно, как она свистит. Измерю напряжение. 19,03. 18,7. Да, если на таких элементах так поднимается напряжение, то ток там как минимум 2-3 ампера. Может даже 4. Что написано на самой зарядке? 3 ампера. Оставлю заряжаться. Сейчас 19 вольт. Как только зарядится, посмотрю, как будет себя вести зарядка. Как она просигнализирует о конце заряда. Полный заряд должен загореться зеленый. Посмотрим. При таком токе это должно занять, думаю, минут 40. Они наполовину заряжены. Ток должен падать в конце заряда. Смотря какой она использует режим. Если быстрый режим, то думаю 30-40 минут и она зарядит полностью эти элементы. Засеку время 23.39. На моих глазах произошло отключение. Получается 20 минут прошло. Напряжение 20 с половиной вольт. Если передернуть аккумулятор. Что это он? ГМС видимо срабатывает что ли? Ну да, скорее всего ГМС срабатывает. И зарядка уже не видит аккумулятор. Думает, что он поврежден. Китайцы конечно капец. Не положили в комплекте провода или никелевые перемычки. Я посмотрел на Алиэкспресс и у других продавцов то же самое. В комплекте у них не указаны эти балансировочные провода. Значит их и нет. Как они продают я не знаю даже. Вдруг у того кто купил нет проводов ни никелевых лент. Как он это все запаяет? По идее это должен быть самодостаточный комплект. Ну вот так вот. Когда будете заказывать либо напишите продавцу чтобы он положил в комплект это все дело. Либо знаете что в комплекте их не будет. В принципе не проблема как бы провода маленькие найти тоненькие. Но не у всех они есть. Все аккумулятор на глазах опять зарядился. Отлично. Сейчас он наверное опять будет в ошибке. Поставим шуруповерт. Ну правильно уже практически 21 вольт. Аккумулятор в принципе заряжен. Осталось только запаять сюда недостающие элементы. Сейчас я отогну пластины. Вставлю сюда недостающие элементы. 5 штучек. Приварю. Можно будет собирать корпус и отдавать клиенту. Ну еще раз я попробую конечно же как все работает. Получается те элементы у меня в режиме хранения на 50% заряжены. А эти уже заряжены. Надо об этом не забывать. Сейчас я те элементы прежде чем сюда вставлять. Заряжу по отдельности в зарядке. Будьте внимательны когда будете тоже так проверять если будете проверять. Нужно помнить что нельзя так. Если эти элементы заряжены. Ставить сюда на 50% заряжены. То может произойти непоправимое. Элементы отдают большие токи. Конечно думаю что им особо, прям сильно плохо не будет. Но ресурс у этих элементов думаю не сильно снизится. Которые заряжены. А вот у тех которые разряжены. Максимальный ток которыми можно заряжать по даташиту 4 ампера. Поэтому здесь пойдут токи гораздо больше. Ампер 20 пойдет точно зарядного тока в те элементы которые я буду ставить. Поэтому сейчас я заряжу. Кстати я изначально не досмотрел. Аккумулятор показывает заряд. Во время того как стоит на зарядке. Тоже без проблем. Все работает. Сейчас запаяю сюда элементы. Они уже зарядились. И попробую снова. Но должно все работать без проблем. Еще одна параллель с 5 элементами приварена. Аккумулятор собран. Пробую. Даже не буду пытаться его остановить. В прошлый раз я оставил себе ожоги. Когда вот так вот держал. Кожу сжигает просто за раз. Есть у него такой патрон металлический. С рифлением. Жжет кожу просто адски. Даже не ожидал этого. Это не обычный шуруповерт. Его лучше не тормозить. Не пытаться даже это сделать. Поставлю на зарядку. Зарядка пошла. Прошло 6 минут. Аккумулятор зарядился. Это хорошо. Теперь можно отдавать клиенту. Все отлично работает. Я даже не думал, что практически без танцев с бубном. БМС заработает. Я очень рад этому, что она заработала. Просто класс. Плохо, что китайцы не указывают, что нужно подпаивать балансировочные провода. Хотя может у кого-то написано. Я описание всех продавцов не смотрел. У того, у которого я покупал, у него не было написано это. На этом думаю видео завершить. Спасибо, что досмотрели ролик до конца. Делитесь этим видео обязательно в соц. сетях. Я уверен, оно многим будет полезно. Увидимся в следующих видео на канале. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok